30 лет это отстой! Такое впечатление, что твоя жизнь в один прекрасный момент изменилась до неузнаваемости. Когда ты был ребенком, у тебя была своя беззаботная жизнь, и ты жил по своим правилам, а люди, которые были за 30, казались себе просто стариками. Почему я это все говорю? Дело в том, что через месяц у меня день рождения, и мне исполняется... 30 лет! Ха, извините, я хотел сказать, что мне исполняется... 30 лет! Ну, раз уж мы разобрались с моим возрастом, то можем продолжать. Вроде недавно мне было 29 лет. Да, это тоже много, но такой возраст все еще воспринимался как молодой. Конечно же, это почти как 30, но формально ты все еще был в своей 20-ке. Но тут в один прекрасный день ты размениваешь свой четвертый десяток, и находишься в такой же возрастной группе, как люди, которым 39! Ха, 39! А это уже средний возраст. А если так прикинуть, то через каких-то 3000 дней мне уже будет 40! Ха, 40, Карл! И хоть я и нахожусь в начале своей 30-летки, я уже чувствую колоссальную разницу, в отличие от того, когда мне было 29. А перед своим 30-летием вы можете наблюдать за собой такие изменения, как... Почему у меня болит рука? Черт, я забыл шапку! Этот чай с ромашкой сделает меня сильнее? Что у нас там в новостях? Сука, почему у меня опять болит рука? Ууу, новый сезон холостяка! Ну, хоть рука уже не болит. Ну, а знаете, что я больше всего ненавижу в свои 30? Это то, что сколько бы ты ни бурился, твоя щетина сразу же начинает отрастать в тот же, сука, день. Отношения В 30 лет очень сложно найти себе пару. Точнее, легко найти, но шансы, что этот человек будет адекватным, сводятся практически к нулю. Потому что все адекватные люди уже давно разобраны, и в итоге перед каждым свиданием вслепую, ты надеешься, чтобы твоя парень оказалась серийным убийцей. И сейчас я научу вас, как одним вопросом, определить адекватность вашего собеседника на первом свидании. Есть один простой вопрос, который поможет вам разобраться в человеке, и это... Сколько у тебя котов? Обычно, правильным ответом будет от нуля до одного. Дальше, при ответе 2 или 3, стоит начать опасаться и, скорее всего, вызывать полицию. You're under arrest. При ответе 6 и более, бегите, потому что, скорее всего, через полгода ваше тело найдут в чем-то подвале, прикованным к батарее и... в костюме кота. Опять же таки, если вы боитесь встречаться со своими ровесниками, то, может, стоит присмотреться к категории помладше... Ээээ... нет, не настолько младше. Но все равно, рано или поздно, вас начнет доставать, когда у вашей девушки будут спрашивать документы на кассе в магазине, или на улице кто-то скажет, что ваша дочка очень красивая. Ностальгия. Раньше, после алкоголя и вечеринок, я просыпался свежим, как ни в чем не бывало. Но теперь, в свои 30, я вообще не могу встать с кровати. При этом, я уже давно не хожу на вечеринки. Эх, помню, как раньше мог выпить тонну пива и не пошатнуться. Теперь же, после бокала вина, утром я выгляжу, как один из братьев Богдановых. Раньше я мечтал быть героем и иметь суперспособности. А теперь, единственная суперспособность, о которой я мечтаю, это не вставать посреди ночи, чтобы пойти в туалет. 30 лет – это настоящее проклятие. Раньше я без разогрева мог поднимать тяжести и пробегать целые марафоны. А теперь, чтобы просто выйти на улицу, мне уже нужна мотивация. Дверь мне запилить, блядь! Но даже если тебе нужно куда-то выйти, то особо не ски, ведь все твои друзья уже давно женаты с детьми. И чтобы встретиться с ними, тебе нужно заранее бронировать день, как для сраной знаменитости. Эй, чувак, что там у нас насчет субботы? Все в силе? Чувак, не могу, сори. В субботу мне нужно детей на секцию по танцам отвезти. Эм, окей, а может быть воскресенье? Блин, на воскресенье родители жены приезжают, нужно помочь ей, сам понимаешь. Хорошо, понедельник. Что насчет понедельника? Эм, к сожалению, в этом месяце все понедельники заняты, сори. Хотя, ты знаешь, вроде четверг освободился. Правда, в следующем году. Чёрт! Ну а раз уж вы пропустили членство клуба 28, спешу вас обрадовать. Ничего выдающегося из вас так и не получилось. Здоровье. Если вы проснулись одним прекрасным утром и у вас что-то начало болеть, то у меня для вас плохая новость. К сожалению, вам придется к этому привыкнуть, потому что, скорее всего, это навсегда. А когда вы посетите врача и назовете ему ваш возраст, он без всякого осмотра уже поймет, что лечить вас нет смысла и вы просто безнадежны. Поэтому смиритесь и живите дальше. Точнее, доживайте. Ах да, и смотрите, чтобы вам ещё место в автобусе не уступили. Кстати, а вы помните, как нам родители всегда покупали одежду больших размеров? Заверяю, что мы вырастим и она будет нам впору. Так вот, прошло уже 20 лет, а эта чёртова одежда до сих пор на меня большая. А знаете, как говорят, что 30 это как вторые 20? Так вот, это такой же бред, как говорить пассажирам Титаника, что айсберг не такой уж и большой. Помните, как наши родители не воспринимали наши интересы в молодости? Так вот, генетически это передаётся, и вся современная музыка теперь будет для вас звучать примерно так. Напоследок, я хочу сказать, что в свои 30 я веду здоровый образ жизни, не хожу на вечеринки, правильно питаюсь и ложусь спать в 10 вечера. И в принципе, я хочу сдохнуть. Всё, стоп, ребята, шутки в сторону, на самом деле я так не считаю. И мне 32, а не 80, и мне дают гораздо меньше. А если я побреюсь, то я вообще могу в институте учиться. Плюс у меня до сих пор появляются прыщи на лице. Вот, смотрите. 32 и прыщи на лице? О чём ещё можно мечтать в таком возрасте? Ребята, одним словом, не переживайте. 30 это всё те же 20. И я прямое этому доказательство. Так что не волнуйтесь те, кому 30 и больше. Мы всё ещё с вами юные, энергичные, сексуальные. И я хочу сказать всем вам, сексуальным молодым людям, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить палец вверх, и мы увидимся с вами... О боже. Уже 10 часов, мне пора спать. Всем пока. О боже, мои суставы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok